Добрый день, уважаемые десногорцы! В этом дачном сезоне очень остро назрела тема перевозок автобусных на дачные участки. На смену транспортному предприятию «Автотранс» пришел индивидуальный предприниматель Нефедов Владимир Семенович. И все вопросы, которые вы адресовали нам, мы сейчас зададим ему в нашей передаче. Владимир Семенович, скажите, пожалуйста, в каком объеме и в каких направлениях будут уходить автобусы в Тесногорске? Что касается муниципальных пассажирских перевозок в городе Тесногорске, хочется сказать следующее. Значит, транспортная компания «Спектр», согласно муниципального контракта, который мы заключили с администрацией, осуществляет перевозки по маршрутам 8-й микрорайон, СТ-строитель, Николаевская, Надежда, профилакторий и 7-й микрорайон. Осуществляем мы эти маршруты шестью автобусами плюс резервный автобус. Все автобусы соответствуют техническому состоянию и безопасности обслуживания. Скажите, пожалуйста, где можно узнать расписание движения автобусов? Потому что на автобусных остановках пока оно отсутствует. Автобусное расписание, в первую очередь, можно узнать на сайте администрации профильного комитета, непосредственно в автобусах, у диспетчера. Телефон, который есть в автобусах, я могу его и сказать, это 8-910-765-01-53. По этому телефону вам скажут расписание автобуса. Еще, кроме того, у нас на нашем официальном сайте Десна-ТВ тоже мы разместили ваше расписание, так что там тоже можно будет поинтересоваться. Хорошо. Вот человек садится, где он может купить билет? Билет он может купить в автобусе у кондуктора. Скажите, у нас сейчас фиксированная стоимость проезда? Да, у нас фиксированная стоимость проезда 21 рубль. Кроме всего прочего, мы продаем проездные билеты. Все это согласно контракту. Есть повод беспокоиться Десногорцам в этом году? В этом году Десногорцам повода беспокоиться абсолютно нету, потому что все автобусы у нас в порядке, они работают. Я уже повторяюсь, у нас дополнительный резервный автобус. И самое главное, вот эти перевозки, они укомплектованы сотрудниками, как водителями, так и кондукторами. Более того, и диспетчера у нас работают хорошо, и слесаря, и механики. Поэтому все вопросы, если появляется какой-то форс-мажор, мы решаем оперативно. Поэтому я даже был, скажем так, немножко удивлен, что так организованно все пройдет. Благо, что не так много маршрутов. Судьба нашего автовокзала очень беспокоит десногорцев. Вам что-нибудь известно на эту тему? Нет, на эту тему мне ничего не известно. И на сегодняшний день мы отправляемся не от автовокзала, а отправляемся от площадки, которая рядом с автовокзалом. Это начальная точка, откуда во всем направлениям расходятся автобусы. Уважаемые десногорцы, дополнительно можем сообщить, что и в газете «Авоська», и в газете «Десна» есть большое развернутое интервью нашего главы Андрея Николаевича Шубина. Всю информацию о судьбе автовокзала вы можете узнать. Также вся информация размещена на официальных интернет-площадках нашей администрации. Заходите, смотрите и узнавайте информацию. На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова